зависит вся наша пищевая промышленность. Например, у них есть покупатель, материнская компания Monsanto, крупнейшего в мире производителя сидений, которая производит 90% всего хлопкового семени на земле, а также большинство всех других сидений. Но эти институциональные инвесторы также являются акционерами крупнейших компаний по производству текстиля в мире. И даже многочисленные популярные бренды одежды, которые превращают хлопок в одежду, которую мы носим, принадлежат одной и той же группе инвесторов. Независимо от того, есть ли у нас крупнейшие в мире производители солнечных панелей или крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы, акциями управляют одни и те же компании. Они владеют табачными компаниями, которые производят все популярные табачные бренды в мире. Но они также владеют всеми крупными компаниями фармацевтической промышленности и научными институтами, которые производят лекарства. Они владеют компаниями, которые производят наши металлы и сырье, во всей автомобильной, авиационной и военной промышленности, где обрабатываются эти металлы или сырье. Они владеют компаниями, которые производят нашу электронику. Они владеют большими универмагами на онлайн рынках. И даже способы оплаты, которые мы используем для оплаты своих проектов. Поскольку я хочу, чтобы моя история была как можно короче, я решил показать только верхушку айсберга, если ты решишь провести расследование самостоятельно, используя источники, которые ты только что видел. И ты обнаружишь, что даже многие из самых известных страховых компаний, банков, строительных компаний, телефонных компаний, ресторанов и косметических брендов, принадлежат одним и тем же институциональным инвесторам. Мы только что видели. Эти институциональные инвесторы, как я уже говорил тебе ранее, в основном инвестиционные компании, банки и страховые компании. Они, в свою очередь, также принадлежат акционерам. Теперь, что самое удивительное. Все эти институциональные инвесторы владеют акциями друг друга, и вместе они образуют огромную сеть, которую мы можем сравнить с пирамидой. Мелкие институциональные инвесторы принадлежат более крупным инвесторам, которые, в свою очередь, принадлежат еще более крупным инвесторам. Видимая вершина этой пирамиды состоит всего из двух компаний, и мы уже много раз видели их названия, Vanguard и BlackRock. Сила этих двух компаний – это то, что мы едва можем себе представить. Они не только являются крупнейшими институциональными инвесторами каждой крупной компании на Земле, но и другими институциональными инвесторами этих компаний, предоставляя им полную монополию. Согласно отчету Bloomberg, одного из самых уважаемых учреждений в мире в области финансовых данных и аналитики, эксперты ожидают, что к 2028 году обе компании в совокупности будут управлять инвестициями в размере около 20 триллионов долларов. И в процессе мы будем владеть почти всем на Земле. Тот же Bloomberg назвал BlackRock четвертым подразделением правительства, потому что это единственная неправительственная организация, которая имеет тесные отношения с федеральными банками, также называемыми центральными банками. BlackRock не только сужает деньги федеральным банкам, но также является главным консультантом и разработчиком компьютерной системы, которую используют федеральные банки. Десятки сотрудников BlackRock занимали руководящие должности в Белом доме во времена администрации Буша и Обамы, а в настоящее время при Джо Байдене. Генеральный директор BlackRock Ларри Финг, желанный гость у многих глав государств и политиков, и понятно, что он является лицом компании, которая дергает за ниточки. Все же Ларри Финг не дергает за ниточки сам. На самом деле сама черная скала принадлежит акционерам. И если мы посмотрим, кто такие акционеры, мы придем к странному выводу. Мы видим, что крупнейшие акционеры — BlackRock, Авангард, а вот здесь темнеет. Сам Авангард имеет уникальную структуру, которая делает невозможным увидеть, кто его акционеры или клиенты. Элита, которой принадлежал Авангард, не хочет, чтобы кто-нибудь знал, что они являются владельцами самой могущественной компании на Земле. Но, конечно, это не секрет для тех, кто готов в это вникнуть. Отчеты Акфем и Блумбок показали, что 1% населения мира в совокупности владеет большим количеством денег, чем остальные 99%. Действительно, Окстон утверждает, что целых 82% всех денег, заработанных в 2017 году, достались этому 1% людей. Естественно, те, кто владеет самой могущественной компанией на Земле, также были бы самыми богатыми среди этого 1%. Другими словами, они являются частью нулевого процента. Форбс, самый известный деловой журнал в мире, утверждает, что к марту 2020 года насчитывалось около 2075 миллиардеров. Отчет Акстрома показал, что две трети всех этих миллиардеров получили свое состояние благодаря наследству и монополиям. Так это значит, что авангард находится в руках самых богатых семей на Земле. Если мы изучим их историю, мы обнаружим, что эти семьи всегда принадлежали к вершине пирамиды, некоторые даже задолго до начала промышленной революции. Потому что их история такая интересная и обширная. Я расскажу о них немного больше в последующем видео, над которым я сейчас работаю. Но чтобы не вдаваться в подробности, я просто отмечу, что многие из этих семей принадлежат королевским родам, и они являются основателями нашей банковской системы, организации объединенных наций и каждой отрасли промышленности в мире. Эти семьи никогда не теряли своей власти, но из-за увеличения населения мира, они были вынуждены прятаться за инвестиционными компаниями, такими как Венгард, крупнейшими акционерами которых являются частные фонды и некоммерческие организации этих семей. Чтобы сделать общую картину более ясной, мне нужно вкратце объяснить кое-что об этих некоммерческих организациях. Это те связи, которые связывают бизнес сообщества с политикой и средствами массовой информации, что допускает серьезные конфликты интересов. На первый взгляд, однако, это не слишком заметно. Некоммерческие организации, также называемые фондами, это организации, которые полагаются на пожертвования, и им не нужно публиковать, от кого они получают эти пожертвования. Они могут вкладывать эти деньги во что угодно, и им не нужно платить налог со своей прибыли, пока эта прибыль реинвестируется в другие проекты, в которых они участвуют. Некоммерческие организации могут перевести сотни миллиардов долларов от невидимых инвесторов. Согласно отчету австралийского правительства, это делает некоммерческие организации идеальными для финансирования террористических групп и отмывание больших сумм денег. Фонды и фонды семей, которые занимают самое высокое место в иерархии 1%, как можно больше прячутся за кулисами. Однако для случаев, которые привлекают много внимания и внимания, они используют фонды семей филантропов, которые находятся ниже в рейтинге, но которые также чрезвычайно богаты. Чтобы быть кратким, я выделю только три наиболее важных фонда в мире, которые связывают все отрасли промышленности в мире друг с другом. Это фонд Билла и Мелинды Гейтс, фонды открытого общества скандального мультимиллиардера Джорджа Сороса и фонд Клинтона. Очень краткое введение, чтобы дать тебе представление о размерах этих типов фундаментов. Согласно официальному сайту Всемирного экономического форума, фонд Гейтса является крупнейшим спонсором Всемирной организации здравоохранения после того, как президент Дональд Трамп прекратил финансирование Всемирной организации здравоохранения к 2020 году в США. Это делает фонд Гейтса одной из самых влиятельных организаций в мире в области всего, что связано с нашим здоровьем. Фонд Гейтса тесно сотрудничает с 16 крупнейшими фармацевтическими компаниями в мире, включая Pfizer, Astra, Seneca, Johnson & Johnson, Бианте Чебае, и мы только что видели, кому принадлежало большинство акций этих компаний. Фонд Гейтс Билл Гейтс был кем угодно, только не бедным компьютерным ботаником, который стал одним из богатейших людей в мире. Но он происходил из филантропической семьи, которая, как и он сам, работала на абсолютную элиту. Билл – основатель Microsoft, которая принадлежит BlackRock Vanguard и до недавнего времени Беоркша Хэдэвэй. Но в то же время фонд Гейтса является крупнейшим акционером после BlackRock Vanguard и State Street в Бергшире, где он даже некоторое время был в совете директоров. Мы потратили бы часы, если бы рассмотрели все, в чем участвует фонд Гейтса, Открытое общество, фонды Джорджа Сороса и фонд Клинтона. Но поскольку они связывают нас со следующей темой и с текущими событиями, его краткое введение было важным, я думаю, что следующая тема должна начинаться с вопроса. Случайный человек, такой как я, с очень небольшим опытом редактирования видео с помощью ноутбука Alt, может за 20 минут объективно показать, что только две компании обладают полной монополией во всех отраслях промышленности в мире. Поэтому естественный вопрос в том, почему ты не слышал обо всем этом в средствах массовой информации. Какой хороший вопрос. Каждый день у нас есть выбор между бесчисленными репортажами, документальными фильмами и телевизионными программами, и все же ни в одной из них не говорится об этом. Это что-то недостаточно интересное, или может быть это другая интересная игра. Ответ мы снова получаем из Википедии. Около 90 международных СМИ принадлежат 9 медиа-конгломератам, компании, принадлежащие этим медиа-конгломератам, слишком много, чтобы их упоминать. Поэтому я просто покажу тебе самые важные бренды, которые мы все знаем. Вайком CBS является материнской компанией, среди прочего всех каналов CBS Paramount, откуда выходят самые известные фильмы и сериалы в мире. MTV Comedy Central, Nickelodeon, популярный британский канал. 5 в популярной австралийской десятке. Угадай, кто является крупнейшим акционером Вайком Сибиес. Прежде чем мы рассмотрим другие крупные конгломераты, давайте не забудем упомянуть наших чрезвычайно мощных монополистов потокового вещания Netflix и Amazon Prime, которые принадлежат одним и тем же акционерам. Тогда Ад, которая является материнской компанией Warner Brothers, HBO, Discovery Channel, CNN, Cotton Network, TNT, DC и многих других известных брендов. Угадай, кто является крупнейшим акционером Адр. Третий – это всемогущий Неоскорб. Этой компании принадлежат многие из самых известных национальных региональных газет, журналов и телеканалов США, Великобритании и Австралии. Акции Нускорб принадлежат американскому мультимиллиардеру Руперту Мердоку и институциональным инвесторам, которых мы видим повсюду. Дочерняя компания Нускорб – корпорация Фокс, которая также является одним из самых мощных медиа-конгломератов на Земле. Как и Ньюскорпоэйшн, он принадлежит семье Мердок и обычным инвесторам. Тогда The Walt Disney Company – конгломерат невообразимых размеров со многими дочерними компаниями, такими как Pixar, Marvel, 20th Century, Lucasfilm, ABC, National Geographic и Hulu, кто является крупнейшими акционерами. Еще один мощный медиа-конгломерат – Камкост. Это материнская компания NBC, DreamWorks, Universal, Sky Group, Focus, Futures, Infinity и многих других крупных медиа-брендов. Как и следовало ожидать, их крупнейшими акционерами являются Vanguard и BlackRock. Я мог бы продолжать часами и показать, что почти в каждой стране на Земле местные СМИ находятся в руках такого рода конгломератов, которые, в свою очередь, принадлежат нашим институциональным инвесторам или чрезвычайно богатым и влиятельным элитным семьям. В Великобритании, например, практически все популярные газеты и журналы принадлежат Daily Mail Group Rich и вышеупомянутой News Corporation. В Нидерландах все средства массовой информации находятся в руках первой группы медиа, Хаус и Бертельсмана. И в Германии все средства массовой информации контролируются правительством Германии – Бронс установил один, Эксель Спрингер и снова Бертельсман, который также является конгломератом беспрецедентных размеров. Это не только материнская компания крупнейшего книгоиздателя в мире, Penguin Random House, владельца и основателя BMG Music. Бертельсман также контролирует большую часть европейских СМИ через дочернюю компанию RTL, компанию с 67 телеканалами, 10 потоковыми платформами и 38 радиостанциями. Бурлисмен принадлежит сверхбогатой семье Бертельсман-Маан, которая открыто сотрудничала с нацистами. Из-за этого Рейнарда Маана держали в качестве военнопленного в США. Помимо RTL, Бертельсман также владеет значительной частью основных французских СМИ, и вместе со СМИ создал мощный итальянский конгломерат бывшего президента Берлускони, который контролирует самую важную часть основных итальянских СМИ. Они также владеют всеми популярными испанскими телеканалами. Теперь, чтобы завершить картину, давайте посмотрим, откуда приходят новости о том, что все эти средства массовой информации ежедневно кормят нас. Различные средства массовой информации не выпускают свои новости сами, а используют информацию и изображения от информационных агентств, таких как Reuters, голландские AEP и французская AFP. Эти организации какие угодно, только не независимые. Агентство Reuters принадлежит влиятельной канадской семье AEP принадлежат голландскому инвестору Кейсу Ауэну, а EEP в значительной степени финансируется французским правительством. Главные журналисты и редакторы, которые работают в наших СМИ или в этих информационных агентствах, связаны с важными журналистскими организациями, такими как Европейский Центр Журналистики. Это один из крупнейших спонсоров проектов, связанных со СМИ по всей Европе. Обученные журналисты выпускают учебные материалы, проходят стажировку, например, в ЭМП, и тесно сотрудничают с крупнейшими мировыми корпорациями, такими как Google и Facebook. Для журналистского анализа и мнения, все основные средства массовой информации в мире используют Project Syndicate, самую мощную организацию в своей области. Он снабжает 506 наиболее важных средств массовой информации в 156 странах. Синдикат проекта плюс такая организация, как Европейский Центр Журналистики, вместе с информационными агентствами, являются связующим звеном между всеми различными средствами массовой информации по всему миру. Когда дикторы новостей читают новости со своих телесуфлеров, есть большая вероятность, что текст исходит от одной из этих организаций. В результате мировые СМИ часто синхронизируются в своих репортажах. Наводняющий нашу страну. Наводняющий нашу страну. Распространение предвзятых и ложных новостей стало слишком распространенным явлением в социальных сетях. Что еще более тревожно, некоторые СМИ опубликовали те же самые фальшивые истории, не проверив факты. Первый – распространение предвзятого и ложного сна стало слишком распространенным явлением в социальных сетях. Что более тревожно, это правда, не проверяя факты первого. К сожалению, некоторые участники используют свои платформы, чтобы продвигать свою личную жизнь и контролировать только одну вещь. И это чрезвычайно опасно для нашей демократии. В сентябре 2020 года Европейский центр журналистики и Фейсбук, создали фонд для поддержки отдельных новостных организаций, которые будут вести репортажи во время кризиса короны. Давай посмотрим, что это за организации, которые наряду с информационными агентствами для евреев или новостями. В Project Syndicate мы видим фонд Билла и Мелинды Гейтс, фонд «Открытое общество» и Европейский центр журналистики. Тогда сам Европейский центр журналистики. Опять же, мы видим фонд Гейтса и фонд «Открытого общества», и они также получают крупные пожертвования от Facebook, Google, Министерства образования, культуры и науки Нидерландов и Министерства иностранных дел Нидерландов. Организации, которые находятся в центре нашего информационного потока, финансируются некоммерческими организациями той же элита, которая также контролирует все средства массовой информации. Однако, часть наших текстовых денег также проходит через эти организации. Хорошо, я понял, что нужно обработать много информации, и поверь мне, я сделал ее как можно короче, и использовал только те примеры, которые кажутся необходимыми, чтобы показать тебе общую картину, чтобы ты мог лучше понять текущую ситуацию. Это совершенно непонятная тема, которая может изменить твой взгляд на многие исторические события, но моя цель – проинформировать тебя об опасности, в которой мы сейчас находимся. У нас будет достаточно времени, чтобы погрузиться в прошлое, так что давай поговорим о текущих событиях сейчас. Лидер, который контролирует каждый аспект нашей жизни, вплоть до информации, которую мы получаем, зависит от невообразимо скоординированного сотрудничества, чтобы все различные отрасли на земле были связаны друг с другом, чтобы гарантировать, что все они работают в интересах элита. Это происходит на Всемирном экономическом форуме, одной из самых важных организаций в мире. На своей ежегодной встрече в Давосе руководители крупнейших компаний на земле собираются вместе с главами государств, политиками и другими влиятельными лицами и организациями, такими как ЮНИСЕФ и Гринпис. Служащий в попечительском совете, наш бывший вице-президент США и гуру по изменению климата Эл Гор, генеральный директор Блэк Рок Ларри Финг, президент Европейского Центрального банка, Кристин Лагард, директор ЦЕРНа, Фабиола Джанноти, королева Иордании, директор Международного комитета Красного Креста, Питер Марер и многие другие политики и руководители самых влиятельных компаний мира. Согласно официальному сайту В, их ежегодный членский внос составляет от 53 530 000 евро. Но согласно отчетам Уолл Стрит Джорнл, около 71% общего бюджета поступает от партнеров, которые таким образом оплачивают членство молодых политиков, которые не могут позволить себе собственный гонорар. Википедия сообщает следующее. По мнению критиков, В это бизнес-форум, на котором самые богатые компании могут заключать сделки с другими компаниями или с политиками. Целью ВФ для многих участников была бы личная выгода, а не решение глобальных проблем. Я не люблю делать предположения, но было бы так много проблем на Земле, если бы ключевые лидеры отрасли, банкиры и политики, с 971 года ежегодно собирались для решения проблем нашего мира. Разве не странно, что ведущие мировые экологические организации с течения 50 лет встречаются с руководителями наиболее сильно загрязняющих окружающую среду корпораций, в то время как ситуация в мире природы продолжает ухудшаться? То, что эти критики вы правы, скоро станет ясно, когда мы посмотрим, кто является наиболее важными партнерами, на долю которых приходится почти 71% бюджета Ws. Есть BlackRock, фонды открытого общества, фонд Билла и Мелинды Гейтс и многие другие крупные корпорации, акции которых прямо или косвенно принадлежат Vanguard и BlackRock. Президентом и основателем выявляется Клаус Шваб, немецкий профессор и бизнесмен. В своей книге «Великая перезагрузка» он подробно описывает планы своей организации. Коронавирус, по его словам, является прекрасной возможностью буквально перезагрузить наше общество во всех отношениях. Он называет это «построй лучше», и этот лозунг, похоже, является девизом всех глобалистских политиков в мире. И сейчас исторический момент, кошерный момент для восстановления будущего, для изменения нашей политики. И, конечно, мы также хотим работать вместе над тем, чтобы строить лучше. Ты знаешь, я сказал, что мы будем отстраиваться, и мы будем отстраиваться лучше. Это, безусловно, серьезный кризис, но он также предоставляет нам уникальную возможность. Мы должны использовать эту историческую возможность. Вместе мы можем превратить кризис в возможность. Но эта глобальная пандемия также создала возможность отстроиться лучше, отстроиться лучше позже, но также отстроиться лучше. Чтобы построить лучший мир. Чтобы строить лучше. Ты не можешь просто строить заново. Мы должны строить лучше и достигать целей устойчивого развития. И климатические меры являются неотъемлемой частью этого. По словам Шваба, наше старое общество должно быть заменено новым, в котором страны отказываются от своего суверенитета перед всеохватывающим мировым правительством, в котором люди не владеют ничем. Кроме работы на государство, в обмен на их жилье, здравоохранение и все другие основные потребности. Все это необходимо, согласно ВФ, потому что наше современное общество потребления, которое нам навязала сама элита, не может продолжать существовать в том виде, в каком оно есть. Это больше неустойчиво. Шваб говорит в своей книге, что мы никогда не вернемся к старой норме. В опубликовано видео, из которого ясно, что в 2030 году у нас ничего не будет, но мы будем счастливы. Ты, наверное, слышал какие-то разговоры о новом мировом порядке. СМИ хотят, чтобы мы поверили, что это тема для теоретиков заговора, хотя об этом говорили на протяжении поколений такие президенты, как Джордж Буш, Шеннир Нельсон Манделла и Билл Клинтон. У нас есть возможность создать для себя и для будущих поколений новый мировой порядок. Мир, в котором верховенство закона, а не закон джунглей, управляет поведением наций. Когда мы добьемся успеха, а мы добьемся, у нас появится реальный шанс на этот новый мировой порядок. Порядок, при котором заслуживающее доверие Организация Объединенных Наций может использовать свою миротворческую роль для выполнения обещаний и видения основателей ООН. После 1989 года президент Буш продолжал повторять фразу, которую я часто использую сам, что нам нужен новый мировой порядок. Что позитивная задача, стоящая перед нами сейчас, состоит в том, чтобы фактически создать новый мировой порядок. Но также и самыми известными филантропами в мире, такими как Сисил Ротт, Дэвид Рокфеллер, Генри Киссингер и даже Джордж Сорос. Думаю, тебе нужен новый порядок слов. Этот Китай должен быть частью процесса его создания, и они должны принять участие. Они должны владеть этим. Эти важные фигуры, которые, кроме Манделы, все были среди верхушки элита, когда они были еще живы, не единственные, кто мечтает о всемогущем мировом правительстве. В 2015 году ООН представила свою противоречивую повестку дня на период до 2030 года, которая почти идентична великой перезагрузке Клауса Шваба. По их собственным словам, ООН, как и Шваб, хочет добиться того, чтобы к 2030 году на Земле больше не существовало нищеты, голода, загрязнения, окружающей среды и болезней. Это звучит как сочувственный план. Пока ты не прочитаешь мелкий шрифт, понимаешь идею в том, что повестка дня на период до 2030 года будет оплачиваться нами, гражданами, и точно так же, как в настоящее время от нас требуется. Чтобы мы отказались от наших основных прав, ради общественного здравоохранения, от нас потребуют отказаться от нашего богатства в пользу сокращения бедности. Это не теории заговора. Ты можешь прочитать это сам на официальном сайте. Короче говоря, все сводится к следующему. ООН хочет забрать налоговые деньги у всех западных стран и передать их мегакорпорациям элита, которые будут заключать контракты на восстановление общества. Глобально, необходима совершенно новая инфраструктура, потому что, по мнению ООН, ископаемое топливо должно уйти в прошлое. Для этого огромного проекта необходимо мировое правительство, говорит ООН. И та же ООН берет на себя роль этого глобального правительства. Как и Шваб, США также считают, что пандемия – это прекрасная возможность ускорить осуществление повестки дня на период до 2030 года. Вызывает беспокойство то, что ООН открыто признают, что они рассматривают пандемию и другие бедствия как возможность преобразовать общество. Особенно с тех пор, как мы увидели, что в распоряжении элита есть все ресурсы, чтобы заставить нас поверить в пандемию и даже создать ее. Поэтому мы, конечно, не должны относиться к этим вещам легкомысленно, и мы должны тщательно их изучить. И когда мы это делаем, мы сталкиваемся с вещами, которые вызывают еще большую тревогу. В пятницу, октябрь 1820 года, за 19 месяцев до объявления пандемии, в отеле Пьер в Нью-Йорке состоялась встреча для избранной группы из примерно 130 очень важных гостей, включая политиков и самых уважаемых в мире медиков и фармацевтов. Цель встречи состояла в том, чтобы смоделировать возможные сценарии в случае глобальной пандемии. Это может быть совпадением, можно сказать. Однако для этой симуляции в качестве примера был использован коронавирус. Моделирование подробно описывало, как будет развиваться коронавирус, и как они смогут контролировать это только благодаря интенсивному сотрудничеству целых отраслей промышленности, правительств и правительственных учреждений. Еще раз, новый мировой порядок спасет нас от разрушения. Тебя удивляет, когда я говорю тебе, что эта встреча, названная событием 201, была организована никем иным, как Всемирным экономическим форумом для создания фонда Мелинды Гейтс и Института Джона Хоффкинса. Это не теория заговора. Проверь сам официальный сайт события 201. Возможно, в этот момент тебя больше не удивит, что немецкий институт Роберта Кофина, который, как и любой национальный институт здравоохранения в мире, тесно связан с WHO, который финансируется Биллом Гейтсом, создал аналогичную симуляцию в 2012 году. Как и в случае с событием 201, симуляция предполагала наличие коронавируса. Эта симуляция предполагала, что на продовольственном рынке Юго-Восточной Азии коронавирус распространится от животного к человеку. Как это случайно, не правда ли? В этой симуляции властям требуется несколько недель, чтобы идентифицировать вирус, позволяя ему распространяться по всему миру. Ассимиляция происходит в течение трех лет подряд, в течение которых происходят блокировки и разрушается экономика. Но и воздействие на общество имитируется во всех аспектах, даже протесты. Я не буду утомлять себя подробностями. На самом деле, ты можешь скачать этот анализ для себя с веб-сайта правительства Германии. Последнее, что я хочу показать, это отрывок из лекции, которую бельгийский ведущий вирусолог Марк Найдонс прочитал 2229 января в Четем Хаусе, крупной некоммерческой организации в Лондоне, где важные мировые лидеры встречаются для обсуждения глобальных проблем. Победителями по цене на дом в Чатеме являются Хилари Клинтон, Мелинда Гейтс и Джон Керри. Джон Керри То, что обсуждается насилие, просто шокирует. На самом деле это объясняет, как он обманул все населения Бельгии во время свиного гриппа, нагнетая страх вне контекста уровня смертности и манипулирования средствами массовой информации. Он со смехом объясняет, как ему удалось нарезать вакцину от свиного гриппа населению Бельгии и Бельгии, вакцину, произведенную фармацевтическими компаниями, в которых он работал. Большое тебе спасибо. Спасибо за приглашение. И меня попросили рассказать тебе о моем опыте работы в качестве кризисного менеджера, комиссара по несчастным случаям в Бельгии и о том, как я общался. И тогда у тебя есть одна возможность сделать это правильно. Я имею в виду, что первый день так важен. В первый же день ты начинаешь общаться с прессой, с людьми, и ты должен делать это правильно. Я имею в виду, что ты должен выбрать один голос, одно сообщение. В Бельгии они решили назначить для этого не политика, а у меня нет партийной принадлежности. И это немного облегчает ситуацию в то время, по крайней мере, немного легче, потому что на тебя не нападают политически, большинство-меньшинство. Это не вступает в игру, и это было огромным преимуществом. Второе преимущество заключается в том, что ты можешь сыграть в Брюсселе полного наивного парня и сделать намного больше, чем ты мог бы сделать в противном случае. Ты должен присутствовать только в этот первый день, или в первый день, чтобы привлечь внимание средств массовой информации. Ты договоришься с ними, что расскажешь им все, и если они позвонят, ты возьмешь трубку. Когда ты это сделаешь, тогда ты сможешь извлечь выгоду из этих первых дней, чтобы получить полное покрытие поля, и они не будут искать там альтернативные голоса. И если ты это сделаешь, то все станет намного проще. Эти первые недели – это легкая улица, когда у тебя нет оппозиции, и всем нужны новости, и они могут прийти к тебе за новостями. Ты можешь принести довольно много нейтральной информации, и она будет подобрана, и это, ну, новость будет удалена, ты принесешь ее, и то есть ты сможешь сделать это только в первые пару недель или месяцев. А потом ты должен сказать, хорошо, хорошо, у нас будут долги один в один. Конечно, это было бы неизбежно. Я использовал цитату их сэра Дональдсона, где он сказал, что в Великобритании к пику эпидемии в конце лета 40 человек будут умирать в день. В то время было 62 года, миллион человек в Великобритании – 40. Это сегодня. Я придумал это для Бельгии. Это было бы 7. Это день на пике эпидемии. Я использовал в средствах массовой информации бельгийский грипп. Это в день на пике эпидемии было бы реалистично. Это верно каждый год, даже до пандемии. Это очень, очень консервативно. Однако говорить о смертельных случаях важно, потому что, когда ты это говоришь, люди говорят, «Вау, что ты имеешь в виду, люди умирают из-за гриппа». И это был необходимый шаг, который нужно было сделать. А потом, конечно, через пару дней у тебя был первый час и одна смерть в стране, и сцена была установлена, и об этом уже говорили. А потом тебе пришлось выбирать, кому делать прививку первым. А потом, ну, сначала женщины и дети, что угодно. Я имею в виду группы риска, они были важны. А потом я злоупотребил тем фактом, что лучшие футбольные клубы Бельгии неуместны и вопреки всем соглашениям сделали прививку. Они сделали своих футболистов приоритетными людьми. Поэтому я сказал, что могу использовать это, потому что, если население действительно верит, что эта вакцина настолько желательна, что даже футболисты поступили бы нечестно, получив свою вакцину. Я сказал, хорошо, я могу поиграть с этим. Так что я поднял большой шум по этому поводу. Это он бредит, как сумасшедший. Но это сработает. Организация Четом Хаус также финансируется всеми крупными корпорациями элита, фондом Гейтса и фондами открытого общества. Мы могли бы часами говорить о коронавирусе, выживаемость которого составляет 9998%, и о непонятных мерах, которые разрушают наше общество. Миллионы предпринимателей потеряли свой доход. Бесчисленное множество пожилых людей умерло в одиночестве, изолированных от своих семей. Но я думаю, что мы рассмотрели достаточно фактов, которые ставят глобальные меры по борьбе с желанием в более широкий контекст, рассматриваемый с точки зрения элита. У этой чрезвычайно богатой элита, в совокупности насчитывающей десятки тысяч миллиардов, нет никаких проблем с тем фактом, что более 40% населения мира вынуждены жить менее чем на 5,5 долларов в день. Или что миллионы детей умирают от загрязненной ими питьевой воды или от недоедания. Или от их пуль и ударов. Они просто хотят стать более могущественными. Элита абсолютно не намерена делиться с нами своим колодцем. На самом деле, они честны в своих планах отнять у нас даже последний кусочек, и эти планы воплощаются в жизнь. Когда я рассказываю это, глубинные мотивы элита не будут объяснены в этом эпизоде, потому что для этого мы должны погрузиться в историю и обсудить темы, которые выходят за рамки нашего современного рационального мышления. Но сейчас ты можешь достаточно хорошо понять с помощью простой логики, что новый мировой порядок или всеобъемлющее мировое правительство – это единственный способ для небольшой элита сохранить свою власть над постоянно растущим населением мира. Такие компании, как BlackRock и Vanguard, не выигрывают от национальных границ, импорта Техаса и реального разнообразия. Только через страх и манипуляции средствами массовой информации, они могут сохранить свою власть над всеми нами. И я намеренно даже не упомянул о бесчеловечных методах шантажа, с помощью которых элита держит в узде своих самых важных приспешников. Потому что, если эта тема возбудила твое любопытство, ты несомненно узнаешь все об этом со временем. Элита не намерена лечить нас от бесчисленных болезней, которыми мы заразились, от токсичной пищи, которую они произвели, и от загрязнения окружающей среды, которую они вызвали. В конце концов, если бы мы не заболели, вся фармацевтическая промышленность рухнула бы. Ничто иное, как страх, не является девизом ведущих вирусологов, таких как Марк Мэдденс. Ты будешь поражен, как и я, когда ты это обнаружил. Нас бесчисленное количество раз предупреждали об этой элите. Я думаю, что нами управляют маньяки, если кто-нибудь может изложить на бумаге, что наше правительство, и американское правительство, и дэ, дэ, а русские и китайцы, что они на самом деле пытаются сделать. Ты знаешь, я думаю, что они все сумасшедшие, понимаешь. Но меня могут посадить как сумасшедшего за то, что я высказал это. Ты знаешь, в этом и есть безумие. Я имею в виду, ты не согласен. Но нам противостоит во всем мире монолитный и безжалостный задумок, который полагается в первую очередь на средство зависти для расширения своего страха влияния. О проникновении вместо вторжения, о подрывной деятельности вместо выборов, о запугивании вместо свободного выбора, о гориллах ночью вместо армии днем. Это система, которая мобилизовала огромные людские и материальные ресурсы для создания мощной, высокоэффективной машины, сочетающей военные, дипломатические, разведывательные, экономические, научные и политические операции. Его приготовления скрыты, не публикуются, если ставки зарыты, а не в заголовках. Его несогласие, это молчание, а не похвала. Никакие расходы не ставятся под камни, никаких слухов не печатают, никакой секрет не раскрывается. Президент Кеннеди был убит. Теперь это официант. Президент мертв. Женщины здесь в шоке. Некоторые упали в обморок. У мужчин, стоящих у отделения неотложной помощи, по лицу текут слезы. Здесь есть только одно слово, чтобы описать эту картину, и это горе, и многое другое. Это официально. Всего несколько минут назад президент Соединенных Штатов был мертв. Когда ты говоришь о действительно элитных уровнях, название игры — шантаж. Это то, что управляет всей системой. В основном, они хотят компромиссных людей, потому что ими легко управлять. Я не самоубийцем. Я не самоубийцем. Глубинное государство — это те люди в правительстве США, которые являются карьерными работниками, которых не могут уволить люди, которых мы избираем Конгрессом или президентом. Эти люди контролируют ситуацию. Они могут принимать законы. Да. Мы можем уволить этих людей. Нет. Могут ли президенты уволить их? Нет. Это устроено таким образом, чтобы политические партии и политические интересы не могли повлиять на глубинное государство. Ты понимаешь весь кошмар нашей ситуации и люди. Это не секрет. Это настолько открыто, насколько это возможно. Глубинное государство действительно контролирует Америку. Проснись, люди. Пожалуйста, Боже, я слышу немного здравого смысла. Спасибо тебе. Может случиться что-то вроде 1984 года. Вот в каком направлении движется мир в настоящее время. В нашем мире не будет никаких эмоций, кроме страха, ярости, триумфа и самоуничижения. Сексуальный инстинкт будет искоренен. Не будет никакой верности, кроме верности партии. Но всегда будет опьянение властью. Всегда, в каждое мгновение будет трепет победы, ощущение того, что ты топчешь беспомощного врага. Если тебе нужна картина будущего, представь, что ботинок вечно топчет человеческое лицо. Мораль, которую следует извлечь из этой опасной, кошмарной ситуации, проста. Не дай этому случиться. Это зависит от тебя. С помощью этого видео я надеюсь связаться с тобой, чтобы сократить постоянно увеличивающееся расстояние между нами. Только когда мы разделены, элита может сохранить за нами власть над нами. Самый большой страх элита заключается в том, что мы поймем, что на самом деле происходит на Земле. И единственный способ, которым элита думает, что они могут предотвратить это, это цензура. Препятствующий человеческому контакту. Непрекращающееся подставление политических оппонентов и тех, кто думает иначе. Применение грубой силы. Планы элиты ясны, так же, как и безжалостный способ, которым они хотят их осуществить. Мы позволяем этому случиться. Новое общество будет построено на пепле того, что мы когда-то знали. Новое общество, в котором у нас не будет ничего, даже собственного дома. Элита хочет быть уверенной, что между сегодняшним днем и 2030 годом, все, чем ты сейчас владеешь, будет принадлежать им. Для этого необходим разрушительный экономический кризис. Первый атакуют средние классы, которые являются основой общества. Предприниматели вынуждены идти на огромные глубины, что в конечном итоге приведет к тому, что они потеряют все свое имущество. После этого все пойдет быстро. Банки упадут, наличные деньги перестанут существовать. Единственным способом не умереть с голоду будет принятие государственной поддержки, которая будет включать в себя несколько условий, таких как вакцинация, паспорт и отказ от всего личного имущества. Поскольку предприниматели падают первыми, многие другие не сразу почувствуют кризис. Люди остаются разделенными между собой, пока не станет слишком поздно. Это не сценарий конца света, который я придумал. Это просто великая перезагрузка, новый мировой порядок, который готовился в течение многих поколений, и который был тщательно протестирован в каждой коммунистической диктатуре в мире. Но это может пойти и в другом направлении. И вместо великой перезагрузки мы можем вызвать великое пробуждение и создать мир, в котором никому не придется голодать. И где мы можем жить устойчиво, в свободе, друг с другом и с природой. Это нереалистичная мечта наяву. Всегда были силы, которые стремились сломить власть элита. Но до недавнего времени наших средств связи всегда было недостаточно, чтобы запустить сеть мам. Элита всегда держала нас в неведении об открытиях таких гениев, как Тесла, который был далеко продвинут в области чистой, свободной энергии или другие. Рейф, который использовал радиоволны, чтобы вылечить по меньшей мере 16 неизлечимых больных раком, прежде чем он, как и Тесла, улучшил. Тесла умер подозрительным образом. Для Генри Форда, где 941, уже сделал автомобиль из биопластика, который оказался прочнее стали. Элита скрыла от нас бесчисленное множество таких методов, потому что они представляют угрозу для их монополий в каждой отрасли. Это были методы, которые дали бы нам свободу и наделили бы элиту властью и риском, которые основаны на нашем страхе и зависимости от их проектов. Это не теории заговора, а факты. Я хочу сказать, что для всех нас открывается мир новых возможностей, где нет нищеты, загрязнения, окружающей среды, болезней или войн, и в котором правительства работают на благо людей, а не наоборот. Бесчисленные болезни, которые обеспечивают сельскохозяйственную промышленность сотнями миллиардов долларов, будут излечены. Никому не придется надрывать задницу, чтобы жить достойной жизнью. Люди больше не будут жить в страхе из-за лжи средств, массовой информации, сельскохозяйственной промышленности, климата, лобби и политиков. Все это на горизонте, но мы должны пройти через шторм первого и осознать, в чем настоящая проблема в нашем обществе. Я хочу поблагодарить тебя за то, что ты выслушал меня, и надеюсь, что когда-нибудь окажешься на свободе. Вместе мы вспомним этот уникальный момент в истории. Нам еще так много нужно рассказать, но остальное мы оставим на потом. Это видео было задумано только как введение. Вот где начинается наше путешествие, и оно будет трудным. Но мы сделаем это вместе и поможем друг другу подняться, когда упадем. Мы не будем бояться, мы на 99%. Мы будем бояться! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok